ура ура заработала да все готовы проверить так как бы проверить чтобы вообще видит вот здесь что означает сейчас великолепно это один идет трансляция хорошо вам и господа новосибирск и новосибирск открытый университет приветствовать уважаемого московского гостя олег румянцев человек который в 1993 году был одним из ключевых был одним из ключевых создателей нынешней конституции конституции российской федерации 93 года здесь же присутствует его соратник его коллега по тем же вопросам по тем же временам владислав баловнив они вместе занимались разработкой этого большого проекта также как эксперты присутствуют наши известные новосибирскими мегаблогер тимур ханов новосибирский общественный деятель историк политик дмитрий ховерченко и принимающая приглашающая сторона александр убенец игорь макаренко благодаря которым мы собственно и все это видео себя назови роман шамолин ректор новосибирского открытого университета антрополог олег вам для того чтобы включить нашу беседу достаточно будет 15 минут чтобы вы поведали о главных вопросах которые хотите спасибо огромное что новосибирскому открытому университету что предоставили возможность сегодня в разгар идущего уже всенародного голосования здесь столице сибири нужно так сказать сибирского федерального округа поделиться с вами своими соображениями об основных итогах основных проблемах и перспективах конституционной реформы 2020 я так определяю тему сегодняшней встречи я хотел бы поздравить тех кто подписался на новый youtube канал конституционный клуб олега румянцева вот мы конституционный клуб довольно давно уже существует конституционисты разных политических взглядов ходят на наше заседание мы ставим своей целью очень важный диалог по проблемам конституционализма между людьми разных еще раз повторяю убеждения взглядов для выработки каких-то консенсусных позиций для продолжения того диалога которого у нас столь катастрофически не хватает в обществе и я надеюсь что после сегодняшней трансляции то есть вот премьера нашего youtube канала мы на самом деле делаем еще и благодаря тимуру ханову такую дублирующую запись если у нас не получится с нашей транскляции то мы выложим резерв и так конституционная реформа состоялась нам уже сегодня сообщают официальные статисты официальные социологи опрашивающие общественное мнение о том что значит 76 процентов в экзит полах выступают за поправки конституцию но я сразу хотел бы сказать что я больше гораздо больше доверяю качественной социологии группы белановского и вот по их опросам голоса примерно равны те кто поддерживает то кто голосует за по их опросам 28 процентов кто голосует против по их опросам 32 процента одобряют идею внесения поправок в конституцию 44 процента они одобряют 54 процента опрошенных за блок идеологических всевозможных поправок где-то в среднем 81 процент а за блок поправок о вертикали власти расширяющих полноучия президента в среднем 34 процента а по поправке терешковой об обнуление сроков вообще значит за голосует всего всего 24 процента что в общем бьется с последним предыдущим опросом группа белановского где всего 20 процентов поддерживает у поправку перешков вот так вот такой статистике вот такой и вот такой социологии качественной я доверяю гораздо больше а значит нам нужно совершенно откровенно сегодня уже ставить вопрос о том как нам предстоит устранять ошибки этой конституционной реформы 2020 и пробелы которые она оставила вот немножечко давайте об этом я и скажу а также общественно-политических итогах то есть как о содержательных итогах конституционно-правовых так и общественно-политических итогах вот этой самой конституционной реформы и тех перспективах которые она открывает знаете я думаю об итогах этой конституционной реформы вспоминаю чем заканчивается знаменитый диск the dark side of the moon pink floyd roger waters там таким мрачным голосом говорит there is no dark side of the moon really matter of fact it's all dark то есть нет темной стороны луны по сути она вся темная и вот действительно конституционная реформа оставляет довольно честно говоря мрачное ощущение по своим итогам я о нескольких лучах света скажу чуть позже но в целом в целом в целом конституционная реформа это закрепляет модель конституции мобилизации что было бы уместно в условиях военного положения или чрезвычайного положения но даже в условиях недавно прошедшего вот этого положения значит повышенной готовности пандемии власть отмобилизованная власть прошла проверку на двойку ну может быть на тройку с минусом чрезвычайно хаотичные действия постоянные практические нарушения законной конституции это вот ставил стал такой практикой который не скроешь никакими ни масками неприличиями и правилами это конституция мобилизации не прошедшая проверку не мирным временем в течение последних 20 лет не вот конкретными несколькими месяцами такой повышенной готовности вряд ли применимо для тех задач развития которые ставят судьба и общество перед россией в рамках вот этой модели скажу что как-то выступая на их и москвы я как раз обратил внимание недавно что у нас вообще противоречивость была заложена в конституции вот роман представляет сказала дин в итоге девяносто третьего года конституционная комиссия работал с 90 по 93 год и выстрадала концепцию конституционного строя потом группа ельцина через конституционное совещание в эту концепцию ну фактически навязала продавила через конституционное совещание вот такую особенную особенную значит российскую такую модель с такой ствол власти и вот вот это на самом деле сегодня то что произошло произошло неизбежное вот эта вставная челюсть как говорится с шумом схлопнулась захлопнулась и съела все остальные главы конституции и первую основа конституционного строя и вторую права и свободы человека и третье федеративное устройство и восьмую местное самоуправление и в общем-то возникает происходит 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 фактически отмена общественного договора за заложенного в конституционной концепции и смена ее на такой простой как граненый стакан формулу государство это я вот повышается риск стагнации такой государственной власти и и даже и узурпации к огромному сожалению что называется перезалезали значит в чем это выражается это выражается в том что политическая система не становится более устойчивой наоборот вот это внешне внешне изощренная отточенная форма правления она на самом деле начать дальнейшую концентрацию верховной власти фактическую отмену системой сдержек и противовесов система принципа разделения властей горизонтали и разграничения полномочий по вертикали то есть двадцатому году вот эта сложная система распределенной власти стала обузой и решили от этих странных условностей отказаться потому что эти условности сопровождались то непокорным верховным советом то слишком независимым конституционным судом то правительством примакова и мастеркова которые по итогам девяти месяцев свои спасительные для отечества деятельности решила пересмотреть итоги приватизации то значит решением генпрокурора скуратова взаимодействие с прокуроршей швейцарии карло и дель понте значит завести несколько сотен дел по превышение полномочий значит на наших высших чиновников то значит субъекты федерации которые добиваются федеративного договора в котором прописаны довольно могучие совместные полномочия предметы ведения в общем все это грубо говоря то значит счетная палата эпохи юрия болн болдырева которая накопала огромное количество дел на на олигархат и других совладельцев зао россии в общем-то это вот распределенная власть надоело с ней нянчиться да и решили что власть должна быть монолитная она должна быть единая президент главный бенефицар этой реформы 20 лишних полномочий прописано для него в общем-то единая вертикаль нулевых дополнено двадцатом году единой горизонталью власти 20 к чему это приводится это приводит к тому что приводит это кому приводит что сузится пространство взаимного диалога состязательного поиска путей балансировки представляемых интересов фактически утрачен огромный пласт публичной политики потому что смысл политики и состоит в том чтобы представлять и согласовывать интересы вот этот пласт весь убирается и заменяется политтехнологиями вот это огромные такой огромная проблема значит по сути дела вот эта поправка 2020 одна большая поправка на самом деле их там 115 вот в тексте официальном тексте опубликовано уже голосованию 115 статей или частей статей заменяются видоизменяются появляются новые на самом деле вот эти 115 по сути дела поправок это одна большая поправка в которой функционирование публичной власти является стержнем стволом а в качестве гарнира значит используется но различный идеологический блок блок посвященный гражданскому обществу блок посвященный социальному государству что очень очень жалко поскольку вот эти в общем то неплохие блоки первую очередь по гражданскому обществу и социальному государству конечно не заслужили роль дымовой завесы роль операции прикрытия для того чтобы на самом деле проводить вот ту самую ключевую реформу системы публичной власти я не заметил того о чем говорит андрей клишес что якобы президент там кому-то что-то делегирует но я просто приведу вам просто один например говорящий пример когда мы писали проехать конституции мы предполагали что парламент формирует счетную палату орган независимый от исполнительной власти это орган парламентской орган бюджетного финансового контроля в конституции 93 года вот эта фраза о том что это орган независимый исчезла появилась фраза что статус полномочия который состав полномочий который значит определяются федеральным федеральным законом и в двух тысяч тринадцатом году федеральный закон появился и счетная палата стала формироваться по представлению президента то есть законом обошли конституционную норму и фактически статус счетной палаты как органа парламентского контроля вот сейчас двадцатом году 7 лет спустя этого федерального закона это полномочия перекочевала в полномочия президента со со вторую и сто третью статью сейчас внесли изменения соответствии с которыми председатель половина палаты госдумы и зампредседателя и половина другая аудиторов счетной палаты значит назначается палатами парламента госдумы сайта федерации по представлению президента к чему это привело к тому что вот это бюрократическое понимание конституции в которой девяносто третьем году было заложено не нами заметь заложено конституционным совещанием 65 отсылок к федеральному закону оно привело к тому что появились лазейки для обхода законодателем обхода норм конституции сейчас возводя их на уровень конституционный уже непосредственно изменяют то что другой сопредседатель рабочей группы кошенинников павел считает что это становится более отточенная форма что же более отточенного когда вы лишаете представительные органы парламент полномочий реального парламентского контроля в отношении бюджета и финансов то есть можно распрощаться с вот это конкретный конкретный пример и таких примеров я могу привести и по конституционному суду насколько не сводится роль конституционного суда 83 статье конституции федеральная значит совет федерации может по представлению президента заниматься отзывом отзывом значит председатель конституционного суда заместитель председателя конституционного суда судей конституционного суда да и других судей в общем то таким образом президент распространяет свои полномочия на все ветви власти и даже за пределами публичной власти значит за пределами государственной власти на органы публичной власти и здесь и на формирует не только счетную палату на формирует и общественную палату и местное самоуправление становится подчиненным может быть подчиненным значит вот этой самой вертикали власти то есть залезает и то что мы считали частью гражданского общества значит своем управлении территориальных сообществ все это прекращается значит хорошо это или плохо вот это вопрос на мой взгляд итоги вот правления вот этих последних двадцати с лишним лет они показывают и еще и ельцинские годы сюда же добавьте итоги 27 лет показывают что это управление неэффективно и какие бы статьи не писали тот же уважаемый николай полтонович патрушев о духовно-нравственных ценностях о коллективизме об уважении к труду о ценности семьи и так далее так далее прекраснодушные замечательные эти духовно-нравственные ценности практика опровергают потому что алчность мздоимство кумовство эгоизм на картине ленина в разливе куда-то в разлив да и больше не делать в принципе ставок на какой-либо сотрудничество с государством с его системами не участвовать в том что предлагает государство раз она ну таким вот тотальным образом оградила себя от всякой возможности реального диалога ну какой смысл садиться играть за стол когда карты давно помечены и они краплены по определению возвращаясь вашему вопросу о культурной революции среди молодежи вот мне кажется что мне кажется что как раз вот эти молодые новые поколения они и будут основы и такого параллельного общества это параллельное общество в свое время на мой взгляд подготовила перестройку а вот сейчас расчет на мне кажется надежда пленая должна быть на эти молодые поколения которые понимают что им не нужны гранты от государства для того чтобы развивать свои инициативы они в состоянии решить этот вопрос через краудфандинг через другие модели на самом деле другой другой класс на который я рассчитываю это образованный средний класс это малый и средний бизнес люди уже более взрослые нежели новые поколения люди которые готовы рисковать готовы вкладываться в свое собственное дело государство на них честно говоря в ходе пандемии очень сильно положила и значит или забило если угодно конституционным языком выражаться но эти люди не получили малых среди фактических в стороне прихлопнут они не получили никаких обещанных выплат поддержки и я думаю что восстанавливая свой бизнес сегодня они будут делать очень серьезную поправку и может быть действовать так как вы говорили то есть уже веры в государство честно говоря очень сильно подорвана них вы полагаете я правильно понял что наиболее разумно адекватная позиция в отношении государства это но в принципе бойкот бойкот я думаю что не самая лучшая форма нужно все-таки прямое действие вот пойти и проголосовать против на входе вот этих всенародных выборов на мой взгляд это такая акция прямого действия каждый для себя должен принять решение пойти и проголосовать против потому что это дает моральное право дальнейшем требовать иного устройства отношений между общественным государством затрудняет фальсификацию и в общем-то позволяет подготовить себя каким-то следующим действием бойкот на мой взгляд не лучше не лучше форма это я бы сказал такая пассивная пассивный уход в параллельную жизнь мне кажется что где-то в следующем году валерий соловей наживает называет осень этого года на мой взгляд осенью этого года после единого дня голосования нас побалуют вторым этапом пандемии и повышенной готовности где-нибудь до января а вот в следующем году на мой взгляд уже общественное недовольство созреет к тому чтобы предъявлять очень серьезные требования все-таки требования требования перемен и не так кажется что вот сочетание определенного такого нигилизма и параллелизма странного колени с одной стороны значит требований со стороны малого и среднего бизнеса образованного среднего класса могут могут породить определенные новые формы диалога я все-таки верю в то что возможен диалог вот мы когда принимали обращение мы депутаты 90 девяносто третьего годов депутаты общественные деятели когда принимали решение вот это обращение мы говорили о необходимости запуска самых различных форм диалога что я вижу перспективным до цене проблемы были проблемы со соединения все что у вас нет не не возобновилась игорь но и мы выложим потом в запись в запись выложены там разрыв соединений произошел вай фай здесь никак нет значит какие ростки надежды сейчас в ходе этой пандемии игорь в ходе этой пандемии активная позиция региональных омбудсменов федерального омбудсмена по предпринимательству деловой россии различных ассоциаций это очень хорошие хорошие ростки почему работая под по некоторому одному российскому проекту середине вот сейчас десятых годов в европейском союзе я убедился в том насколько продуктивно и эффективно налажена деятельность европейской комиссии в работе с гражданами все идет от граждан все инициативы от самых различных некоммерческих организаций они все и региональные территориальные отраслевые потребители женские какие угодно ассоциации встроены в систему принятия решений не так как у нас общественный совет при министерствах это фейк это абсолютно без не действующие эффективные примочки открытое правительство в правительстве вообще прекращено а там они подвигают инициативы они согласовывают эти инициативы они их обсуждают и они же активно участвуют в их принятии вот это то что ростки чего мы сейчас увидели во время пандемии когда различные дом отельеры и другие активные бизнес слои уже начинали требовать принятия определенных решений другое дело что наша неповоротливая власть слышала только своих друзей из крупного бизнеса своих коллег по зао российская федерация но тем не менее уже вот эти ростки иных иного механизма принятия решений мы увидели я думаю что вот диалог в в этой сфере возможен диалог между властью все таки и общество и властью и обществом регуляторами и бизнесом потому что целый ряд случаев такого диалога мы сейчас видели когда люди начинают требовать этого диалога это очень важно это очень важно чтобы это было чтобы ростки вот такого новых механизмов принятия решений с участием общества надо всячески укрепать и участвовать в них с другой стороны не даст ли это эффект вот этого бесконечного такого разложения когда общество и не радикализируется не отделяют но активная часть общества не отделяет себя полностью от нынешней системы власти надеется что все таки может быть когда-то договоримся в результате договоренности не происходит и ситуация зависает просто в патовом положении может быть гораздо больше эффекта для какой-то эволюции будет осознать что но надо жить какой-то и действует какой-то параллельная реальность это не пассивная позиция параллельная реальность это может быть гораздо более активная чем попытка выбросить что-то действующей власти нет надо не упрашивать а требовать мне нравятся те программы которые практически которые были например у алексея навального и по умному голосованию и по пяти шагам требований в ходе пандемии которые и в случае умного голосования и в случае пандемии частичным успехом все-таки увенчались это примеры активной позиции гражданского общества и это здорово поскольку таких примеров я думаю будет больше что люди видят предположительный пример положительный пример но еще размышляя о том что и как делать мне кажется все таки должно быть общим местом требования свободных выборов лозунг который должен стать на мой взгляд ключевым потому что вот сейчас эксперимент проведена москве с электронным голосованием показывает что соглашаться с нынешним форматом электрон голосования ни в коем случае нельзя поскольку это средство принуждения это средство управляемый инструмент и надо обратиться буквально с призывом к интернет-сообществу к айтишникам к людям цифровой эпохи подскажите нам как добиться того что вот в анти пиратской деятельности 2 сетевой нейтральностью когда хостинг провайдер и интернет провайдеры они да они и по закону и согласно меморандуму между сам правообладателями и интернет бизнесом договорились о сетевой нейтральности уверены ли вы что фссо который курирует сервера электронного голосования находится сетевой нейтральности конечно же нет это часть государственной машины ясно что они задействованы для того чтобы обеспечить необходимый результат вот надо чтобы гражданское общество и цифровое общество предложила свои модели гражданского контроля над электронным голосованием посуду тоже пользуясь нашей электро электронной и цифровой безграмотностью нам предлагают фактически продукцию от фсо я не думаю что можно принять на веру те итоги которые значит нам продемонстрировала москва в ходе эксперимента по электрону голосованию а сегодня уже говорят о том что уже вот лента выступает что несколько дней надо голосовать и на следующих выборов а собянин нам скажет что нужно голосовать именно электронным образом то есть все заканчивается эпоха реального института наблюдателей общественных наблюдателей на выборах то что такие выборы про наблюдать невозможно соответственно нужно ждать от креативных молодых новых поколений вот каких-то цифровых решений и добиваться чтобы они были внедрены спасибо коллеги к вам тот же самый вопрос тогда собственно коротко еще раз повторю что по вашему предпочтительнее все-таки продолжать нечто требовать от власти и пытаться пройти в эту власть целью изменения или вести совершенно параллельный образ политической жизни владислав дмитрий тимур кто хочет во проблема в том что мы изначально современную конституцию которая наверно прекращает сейчас твое существование и думаю что пара поправки которые вносят в конституцию они сохраняют конституцию 1993 года можно наверно смело считать что у нас уже наступает конституция 20 года но и предыдущая конституция да да и предыдущая конституция но все-таки по факту из-за особенностей складывания правовой культуры никогда не было в комной мере документов прямого действия это надо признавать то есть не было в обществе определенного согласия не по ценностям не по правом нормам не по значительной части положений которые в конституции записаны вот и в принципе несмотря на то что она являлась базой для формирования всего российского законодательства большая часть законов принималась но как бы это сказать по принципу хаотическому оде очень слабо связаны между собой особенно последние составы государственных дум и применялись как сформулировал один новосибирский адвокат путем выхватывания из потока вот то есть первую очередь закон существует для того чтобы по нему кто-то был виноват кого можно привлечь но государство принимает закон точно не намеренно привлекать всех нарушивших этих закон а тот кто путем выхватывания из потока либо персонально не нравится вот вся правовая система к сожалению складывается именно таким образом значит и в этой ситуации особенность конституции 1993 года в том что она вроде как существовала как декларация неплохая декларация меня лично никогда не устраивала статья 7 которая вам нравится да то есть россия социальное государство вот мне не нравится это положение я не думаю что россия в том экономическом положении чтобы себе позволить именно по такому принципу существовать еще несколько десятилетий вот но тем не менее это неплохой документ проблема в том что он не являлся даже документом а не то что прямого действия а по нас настоящее правомерной основой настоящей базой для большинства законов и вот в этих законах люди принимающие их вот опирались на какие-то свои представления о верностных вещах об интересах и так далее вот но собственно сейчас немножко не об этом получается что принимая новую конституцию в 20-м году мы с этой точки зрения как будто бы тогда ничего не меняем но раз это казалось конституция позволяла делать идти к узурпации власти нарушать превращается российское законодательство хаос выстраивать телефонное право в судопроизводстве ну и так далее казалось бы что поменяется если будет еще одна конституция которая не применяется однако проблема гораздо серьезнее поменяется очень много то есть хотя бы потому что в той конституции существовали определенные как бы ценностные декларации которые позволяли ведут дискуссии которые последние там пост болотное время ведутся что там задекларированы те институты которые являются спящими они могут в любой момент проснуться и вот они действительно есть и модели развития российского гражданского общества пусть они идут по пути бойкота либо изоляции либо принципиального отказа от того что они признание того что они занимаются политикой то есть многие организации гражданское общество особенно городские активисты работники каких-нибудь организаций которые защищают интересы микрорайона локальных культур они не отдают себе отчета что они как раз занимаются самой что ни на есть корневой политикой то есть они считают что политика это как по телевизору это электоральный процесс и выступление путина вот на самом деле конечно же не так но вот логика развития вот этого гражданского общества которая очень бурными темпами охватывает все более широкие круги населения в крупных городах по крайней мере вот то есть она говорит о том что в в определенный момент наступила бы граница вот та точка критический момент когда вот эти спящие институты могли бы просто напросто записанные в конституции в высшем законе страны просто напросто проснуться либо только потому что общество существовало и присутствовало коммуницировала в самом широком плане со всеми органами элитарными уровнями власти вот либо потому что это общество выдвинуло бы обоснованные требования в рамках электорального процесса в рамках повседневного взаимодействия на местном на неместном на региональном на федеральном уровне сформировались бы полноценные группы давления лоббистские организации все что угодно вот но тем не менее эта возможность существовала при нынешней конституции уже соответственно некоторые институциональные нормы касающиеся устройства федеральной власти уже не включится и самое для меня страшное уже по-настоящему не включится без изменения конституции местное самоуправление которое точно не является частью государственной власти вообще по моему убеждению ни в коем случае не может являться и точно не является не должно являться частью вертикали власть и вот это на мой взгляд главная катастрофа причем она катастрофа именно эмоциональная психологическая ментальная и юридическая а потому что основная катастрофа на самом деле заложена в другой статье которая приведет к раку страны и я в этом уверен это принцип солидарности поколений в пенсионной системе который заложен там потому что при наш нашем уровне образования населения довольно высоком нашем невероятно низком уровне производительности труда и параллельным существованием государственного бизнеса мы придем просто потому что принцип солидарности поколений либо не сможет прокормить пенсионную систему государство начнет из нас выкачивать деньги еще страшнее это приведет к революции либо просто-напросто бризис будет обескровенно у нас шансы на будущее исчезнуть это приведет к катастрофе а они очень хорошее определение оценка рисков содержащихся в этой статье за которую кстати говорят пенсионеры да не понимая смысла который глубокого смысл который заложен и вот еще последняя моя мысль в этом в этой части вот то что вы говорили о изменениях малого и среднего бизнеса настроение проблема-то у малого и среднего бизнеса как раз тоже лежит именно в этом то есть вот я по крайней мере по новосибирск говори данного специфический город у нас нет городообразующих предприятий у нас почти нет промышленности то есть это город сфера услуг торговли логистики то есть именно критичной экономики новосибирск вот когда пойдут наконец-то исследования по вот этой пандемии он пострадает больше чем любой другой в россии он страшно пострадает из-за вот этой структуре и очень много рабочих мест именно в малом и среднем бизнесе выше доля даже чем в екатеринбурге то есть единственный город который примерно на одном уровне находится по уровню глубины коммуникации развития гражданского общества наверное все-таки екатеринбург в другие чуть-чуть вступает вот то есть у нас явно эта доля больше и подавляющее большинство рабочих мест в сфере малого и среднего бизнеса с 11 года сидели на серой зарплате а с после крымский период постепенно в течение нескольких лет вообще переходили на черный зарплат то есть административный отпуск и все люди не верят что они когда-то будут получать пенсию они лучше получат сейчас больше от работодателя и работодатель понимает и вот в этой вот в этом отношении получается что уже большая часть малого и среднего бизнеса объявила определенный бойкот как роман говорит государство то есть уже как будто бы отказалась от коммуникации но при этом в каких-то политических моментах каких-то таких этого кризиса еще не произошло и где та точка перелома и каким будет переход будет зависеть от того на мой взгляд сохранят ли это и люди вообще в принципе бизнес или нет то есть вот этот момент восстановления вот это большое как раз пространство для исследования вот я думаю что как раз вот это вот понятно то есть как когда эти люди потеряют терпение они еще будут предпринимателями полной мере то есть которые действительно что-то меняют создают что-то новое создают рабочие места либо уже будут просто-напросто людьми которые выделили выбирают между быть бюджетником и госслужащим быть маргиналом или быть на частью теневой экономики ну или пока что экономики на этой форме или революционные матросы с авророй ну все 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 может быть да владислав пожалуйста ваше мнение наверно надо было сейчас говорить о чем светлом потому что нас не только буддисты все сайты даже клиша звучит не думая о прошлом не думая о будущем о том кто там преемником будет у нынешнего живи сегодняшним днем и радуйся вот не получается радоваться как-то потому что сейчас когда я посмотрел на рабочую группу из поближе к теме которая конституции занимается но на всех этих прыгунов и прыгуни артистов и артистов то как-то стало грустно не по себе потому что я помню вот этот девяностый год когда избирали конституционную комиссию когда жаркие споры были за по каждой буквально делегации от каждой области края республики кто будет один от них представителем в конституционной комиссии затем из этой сотни человек отбирали 20 человек чтобы непосредственно писать конституцию и нужно сказать что пришли люди совершенно разные я когда посмотрел состав конституционной комиссии то мне стало радостно потому что всегда считал так чем разнообразнее жизнь тем она устойчив там было полное разнообразие там были люди различных специальностей плюс к тому мудрые специалисты которые имели опыт работы и в общем мы шли казалось бы в девяностый год девяносто второй девяносто третий уже девяносто третий меньше в жарких спорах решали что-то и мне казалось что вот наконец-то вот оно светлое будущее мы под руководством бориса николаевича ельцина и хасбулатова который был замом во главе вот еще и с ответственным секретарем конституционной комиссии выдадим наконец вот тот самый труд и в конце конечно было не по себе когда нас мы просто обманули когда мы с олегом герман чем сидели в окруженном спиралью брона и колючей проволокой верховном совете когда ельцин собрал конституционное совещание который он и нас пригласил и наверное олегу германчу потом конституцию прислал в принудительном порядке спасибо большое за участие в конституционном совещании несмотря на то что не дали уже сказать нам не дали возможности высказаться а просто в большом кремлевском дворце провели вот такую праздничную праздничное мероприятие все конституция вот она от царя и про царя ну а дальше дальше я хотел бы вернуться все-таки вот к тем прогнозам которые сейчас звучали когда вот та самая критическая масса будет с одной стороны я знаю что в кремле очень умные люди я это видел во все годы и не только в 90-е годы а когда и руководил диалогами всей сети куда постоянно ездил встречаться с людьми и когда членом коллеги министерства природных ресурсов был контактировать мне довелось я понимал что люди руку на пульсе держит я принимал прекрасно что люди знают нашу жизнь это кто-то там пишет взорвались за жрали да конечно совести не потеряли это понятно но они понимают что внизу происходит и понимают как пока этим процессом рули и когда восемьдесят девятом году как раз через десяток дней будет 31 год шахтерским забастовкам вспыхнула это в кузбассе я сейчас смотрю а где-то самая гвардия которая может так же как и шахтеры свои требования высказать масса бизнесмен и которые вот вы говорили они не объединены они разрешены они едва ли могут как матрос железняк как вы говорите там пойти на зимний или на летний резиденцию на бункер какой-то нет нет такой организованы буквально силы но и с другой стороны испытывать народное терпение тоже нельзя потому что еще раз говорю как-то за шахтеры ведь это было буквально в течение нескольких дней повышение активности до такой когда все стал город прокопьевск между реченск потом вся кемеровской области пошли все остальные донбасс приезжал к нам вот когда эта критическая масса накопится когда вот эта последняя капля будет трудно сказать когда-то я в прогнозы верил сейчас нет не верю опять приходится верить в батюшку царя что вот сейчас наконец-то путин но уже и с конституции разберется осталось совсем чуть-чуть а дальше может быть чем хуже тем лучше вы имеете ввиду ну да а дальше летишь и он будет нам дарует светлое будущее может быть через госсовет о чем сегодня вот не говорил олег германович но я у него читал еще задолго до того как появились вот эти мысли у кришеса значит кстати кришес был в конституционном клубе и заседал регулярно его там видел и слышал его выступление вот который ведет олег германов с москвы значит было же такое да что и положительное что-то находил олег говорил в этом госсовете по принципу политбюро о две концепции госсовета есть одна которая еще вот девочке 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 году я изложил в этой книжке то есть вот совет как своего рода такой политбюро руководители ветвей власти государственных органов которые помогают президенту фактически с одной стороны координировать работу государственной власти с другой стороны коллегиально сдерживать его от самовласти дурацких решений вот это была одна концепция которая стала набирать больше оборотов сейчас о том что это практически координатор опять же как часть президентской власти координатор взаимоотношений между правительством и регионами вот эта концепция то есть концепция политбюро какое-то время жила думали что путин значит воспользуется своим трансфером для того чтобы стать представителем государственного совета на эту тему было много спекуляций но фактически сейчас поскольку выдать поправку перешковой они решили проблему прямым способом через продление полномочий я думаю что госсовет именно будет вот тем чем он является сегодня с участием руководителя регионов путем их ротации призем госсовета регулярно ротируется он будет заниматься реализации совместно с правительством национальных проектов координируя деятельность замеречь между правительством и субъектами что это это огромная проблема нуждается в координаторе таком ясно что президент ничего не сделает вот госсовет с участием ротируемых глав субъектов он в общем может выполнять такую полезную роль я вижу вижу в этом его нагрузку с они согласен в этом плане и скришес мы увидим что и у путина много неожиданных ходов не только в кадровых решений здесь тоже может появиться что-то вот после этого часа x проголосовали что дальше ростов думы новые выборы там это его едва ли интересует а что-то такое что у него есть запасе его может вполне вылеческая не знаю что у нее запасе потому что всю повестку которую можно было использовать они уже исчерпали национальные проекты было решили ну фактически это проваливаешься забудем конституционная конституционная реформа пенсионная реформа то есть я не знаю но если только реализовывать план пиле пелевина из его книги когда все вот эти совладельцы зао россия на неком отдельном шаре на спутнике будут жить соединенным такими мощными оптиковолоконными и другими коммуникациями мы все выжить в курка и не как пишет пелевин они станут реальными него жителями и на искусственном спутнике планеты поселятся в своем собственно вот он это предсказал виктор олегович наш наше все я думаю что может быть это следующая я честно не вижу что еще в их повестке есть то на что не есть еще последний институт которого не прикасались конституционное собрание я очень надеюсь что они не прикоснуться к нему потому что если бы они все то же самое провели через консенсор собрание результат был таким же но они бы поставили крест на последнем резервном институте который содержится в конституции золото она бы не превратилась а в его альтернативу сто процентов превратилась вот это ретат риск был поэтому надо звукать спасибо что они не по третьим путем так что вы я не знаю что он еще придумает потому что все креативное что они могли придумать уже придумано использованы и все с известным результатом спасибо тимур есть что добавить сейчас да я хорошо помню я хорошо помню девать эти вот 90 годы тут большинство из присутствующих уже сами активно участвовали были молодым я был депутатом городского совета в новосибирске вот я помню что олег румянцев это как раз был один из тех людей которые которые ярко и интересно очень прозвучали но тогда целое новое поколение людей прибыло и было много надежд и мы нам казалось что вот она вот оно демократия народ окажется потянулся и демократии и новой ценности его заинтересовали но народ заинтересовали ق세요 не новой ценности а ему старые ценности надоели 100 литку и старая схема жизни в которой вот это отсутствовал тот самый общественный договор о котором вы говорите у вас полностью разрушена даже схема не тоже договора даже схеме принуждения жизни жизни вот как когда небожители у нас были просто это была то слово политбюро в москве отрезаны от основной же от основной части населения советского союза и населению как-то это в конце концов надоело и как только возникла горбачев на мой взгляд нечаянно дал понять народу что оказывается можно и возражать и народ тогда стал народ тогда и яростный возразил начиная вот с той ситуации про которую вы рассказывали с кузбассе и вовсе не за демократическими ценностями как оказалось они кинулись в смысле люди пошли не нибудь не в бой за базы демократические ценности а против той схемы против отсутствия того договора в котором мы жили против того что может быть даже как-то за справедливость широком русском смысле и если вспоминать что русские долго запрягают но быстро едут мне кажется ситуация когда сейчас сейчас возвращается прислал недолго та ситуация которая сейчас возвращается и про которую вы говорите снова разрыв между обществом разрыв между обществом в котором отсутствие вот этого общественного договора хотя бы форме конституции хотя бы даже как сказал дмитрий со спящими институтами снова возвращает нас в ту ситуацию когда небожители снова становятся отрезанными от граждан небожители широком смысле это не только люди в но расслоение общества может привести к чему в тот момент 30 лет назад уже 35 30 лет назад нашли силы которые канализировали вот это недовольство направили в таким образом в русло развития хотя бы в ту форму которую в которой реализовалась в девяносто третьем году в конституции вот она прожила столько лет так вот сможет найдется ли сила которая в случае дезинтеграции на мой взгляд то что на нас нас ожидает когда будет рассыпаться общество из-за отсутствия общественного договора это сильно может не найтись или она может начать реализовывать не так гуманно как это было 30 лет назад поэтому у меня прогноз личный не неблагоприятный исходя 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 из негативного из возможного негативного сценария мы не знаем что там на уме у путина зачем такая спешка с голосованием это совершенно единственный пункт который меня удивляет зачем так спешить до сентября до сентября например потом будет хуже настроение ну да настроение хуже да и может быть у них есть план но по крайней мере у них есть ощущение как мне кажется мы сейчас живем в той ситуации когда умные люди в кремле о которых вы говорите они хотят перемен в какую же сторону они нас поведут я не знаю но уж точно не не в интересах того самого общественного договора и вот это отсутствие общественного договора я не знаю какие они время время покажет но вешая все на один гвоздь по фамилии путин в конце концов это приведет к тому что гвоздь сорвется и как дальше все посыпется я не знаю потому что коллективный путин на мой взгляд ну да он коллективный но выдержит ли он без бизнес собственного гвоздя вот этот институтов нет институтов нет нет механизмов которые могут подхватить или реализоваться в случае того если система система вертикали построена на единственном столбе на одной опоре опора ломается и все рушится нет других подпорок которые могут общество удержать вот это меня тревожит что касаемо поэтому то молодое поколение которое про которую идет речь о новом я очень надеялся что наши дети по те которым уже за 30 но я вот про наш старший поколение наши дети 30 30 может быть 40 лет они готовы будут реализовывать какие-то объединяться строить по новому стану нет у них такого желания на мой взгляд сейчас оно не видно и появится ли такое желание я сомневаюсь вот у меня такой пессимистический спасибо тему ну и завершение у нас остается 3-4 минуты я тоже как участник дискуссии пару слов скажу я полагаю что все таки закончилось время как больших таких политических социальных рассказов так и больших социальных корпораций партий и прочих вещей сейчас наверное единственный вариант что-то реально менять в том мире который вокруг нас это какая-то индивидуальная революция которая каждый из нас должен быть одновременно инициатором исполнителем теоретиком стратегом стоять на ее баррикадах либо объединяться до по принципу опять же вот этих индивидуальных сообществ индивидуальных каких-то близких интересов родственных интересов эпоха партий эпоха требований политических ну скажем так в том виде в котором она была в 90-е годы или даже в начале нулевых она уже мне кажется сто процентов закончилась может быть она появится в каком-то новом формате но это должна очень сильно поменяться вся социальная механика социальные страты должны перевернуться с ног на голову пока то что мы можем индивидуальный бунт не бессмысленный и сострадательный можно немножко дополнить на мой взгляд истории у нас история как было сказано история заканчивается да конец истории у нас для у на мой взгляд вот это вот конституционная реформа 2020 это конец политики конец политики в прежней форме которая существовала и как и будет реализовываться новая политика вероятнее всего она будет реализовывать через те индивидуальные реализации о которых ты говоришь революции там эволюции кто-то туда кто-то сюда к счастью пока в конфронтации такой персонализированной между людьми у нас в россии незаметно как и может быть через новые технологии по новое поколение с новыми взглядами а революции вы какой сверху говорить революции как перемены я говорю про внутреннюю революцию антропологическую антропологическую человек должен ну следуя канту продолжит проект просвещения научиться иметь мужество пользоваться собственным разумом вот это корень всего не не спорить с реальностью просто и переделывать ну а в целом конечно вы говорите смерть политики я бы здесь более оптимистично смотрел там где наступает смерть каких-то уже нерабочих вещей ну там начинается шествия каких-то совершенно рождение какие-то совершенно новых историй классика по гигабельскому диалектическому подходу господа олег прежде всего спасибо большое за участие было круто и да ваши пару слов я сижу такой убитый горем потому что я оказался старым бессмысленным антицифровым таким аналоговым до седобородом лысым потому что я не знаю у кого я конечно могу винить организаторов вот и игорь андерда игорь пригласил меня а интернет не обеспечил хотя мне говорю что будет хороший интернет начать надо сказать себя себя но в общем тем менее я очень рад что роман подытожил так хорошо такая внутренняя антропологическая эволюция но это все-таки атомизация это организация я рассчитываю на как уже сказал на образованно средний класс мало-средний бизнес на историю гражданское общество на прямое действие я думаю что это не исключает эту внутреннюю антропологическую революцию каждый должен исполнить научиться использовать себя безусловно свой разум свой талант но таких атомизированных людей очень просто будет сгонять со всех про жизненных пространств к сожалению люди которые сегодня полностью приватизировали и все активы и все политическое пространство а теперь и конституцию приватизировали они на этом не остановятся не остановятся и политика закончилась я совершенно согласен с тимуром публичная политика закончилась что следующее вот нужно сейчас на самом деле очень хорошо подумать оставшиеся два месяца лета июля август до сентября очень очень крепко и хорошо подумать отрефлексировать что случилось что произошло сделать выводы перегруппировать свои собственные ожидания и стремления то есть от государства уже ждать действительно ничего не приходится но имеем ли мы право молчать когда мы видим что это государство нас украли его просто группа лиц взяла и сделала своей собственной вотчиной вот это все таки я всегда исходил что государство это официальный представитель общества а здесь нам сказали что не не государство это мы вот и просто явочным порядком его забрали и началось это все 21 сентября девяносто третьего года началось это все вот тогда и сейчас это только продолжается то есть преемник путина он будет такой же как путин по отношению кельцину это абсолютный преемник ельцина сейчас будет нам нужно добиваться того чтобы изменять природу вот этого нынешнего государства на на иную как это делать вот надо сейчас очень активно и дискуссии должны с другой стороны ведь после николая первого пришел лица второй царь реформатор я думаю что поскольку они овладели искусством фейков то есть они говорят не будет будет вернее сменяемость власти ночью точно не будет они говорят что путин будет до 36 года 100 процентов не будет 100 процентов он не в состоянии будет делать я думаю в очень скором времени и вот на самом деле мне кажется что надо очень 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 серьезно думать что делать обществу что делать общество это и вот такого рода дискуссии такая клубная работа должна быть активизировать самое главное это пробуждение как раз вот этого мысленного энергетического поля что касается общества если вы имеете ввиду в целом народа населения я полагаю что к сожалению не в россии не где бы то ни было еще все народа населения никогда не является обществом которое активно во что-то включается в этом журнале которого лежит перед вами я как раз целую страницу посвящаю различие между обществом и народом нас конституции написано на на национальный народ народ единственный источник власти поэтому ничего нет это поэтому вера и будущее должно все столько с обществом они с абстрактно понимаемым народом народ это очень абстрактный субъект различие здесь проведено поэтому надо отдать себе отчет что то общество о котором мы все принимают друг друга здесь говорим это ну скажем 78 процентов с хорошо развитой маяки я просто убит тем что не было интернета у нас сорвалась первая первая трансляция у нас сегодня было два больших интервью и когда не было сделать инфобор 54 надеюсь быстро и в тайгеевского кузьменкин тоже мы вам поговорили мне кажется интересно не мой маленький разнофан не знаю что в результате получится но ряд вещей и идеи которые сегодня прозвучали это интересный анализ был сделан всем спасибо 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 друзья с вами было очень интересно общаться реально